Освободили все ящики. Ящики пусты. Первым делом снимаю посудомоечную машину. Отключаю электричество, включаю воду и снимаю раковину. Снял посудомойку. Вот так выглядит посудомойка с этой стороны. Интересная штучка. Столкнулся с маленькой проблемой. Раковину не могу вынуть. Это не родная раковина. Когда мы купили дом, здесь была такая металлическая раковина. Мы поменяли на керамику, я так понимаю. Я приклеил ее на герметик. Сейчас она прям мертво-мертво стоит. Я никак не могу это тратить. Не знаю, что делать даже. Остался последний ящик. Здесь было много проблем, чтобы вот эти трубы, три трубы, которые идут через стенку, их сделали проходящими через заднюю панель ящика. Пришлось мне сделать квадрат. Вот такая картонка. Осталось мне здесь висеть, я потом ее разрежу. И трубы здесь остаются. Посимал все крышки с розеток. Начинаю упиливать эту панель. Вот такой бардак я тут устроил. Все вырезал. Сейчас она будет попылесосить. Буду устанавливать новую панель. Значит, моя цель. Эта розетка у нас ее не будет. Эту розетку переношу вот сюда. Так, эта розетка уходит вот сюда. И вот этот включатель на этот диспозал, который стоит в раковине. Специальный такой мотор перемалывает весь мусор внутри. И это у нас, блин, нормально все. Эта розетка у нас тоже переходит вот сюда. В общем, такой проект. Я не электрик, ребят, но попытаюсь, попытаюсь что-то сделать. Аж самому интересно, как процесс проходит. Снимаю вот эту верхнюю планку. Вот так потихонечку ее выдавливаю с помощью вот такого инструмента. Перед тем, как восстановить холодильник, подключаю воду для айсмейкера, чтобы делать лед. Ну и питьевая вода. Новый шланг. Подключил шланг к воде с обеих сторон. Розетка включена. Проверяем, есть ли вода. Так, Мариночка, давай. Где у нас? Северный поток. Все, заработали. Ура! Высорил шкафы. Все вроде получилось неплохо. Подгоночка еще будет попозже получше. Это пока временно. Сейчас начинаю устанавливать самое интересное для холодильника. Это custom panels в панели. Достал панели. Вот эти две белые панели идут на верхние дверцы и на нижние. Две вот такие темного цвета. Они все в пленке. Сейчас я установлю и сниму пленку и покажу. Все легко и просто. Все панели на месте. Взяло у меня буквально на всю работу 3-4 минуты. Все очень легко. Каждая панелька вставляется. Допустим, верхняя в пазы здесь. Наверху две клипса и все. Все стоит на месте. Тоже самое нижние панели. Треть июля. Воскресенье. С самого утра начинаю работу над этой секцией. Подключил электричество. Сейчас моя цель все розетки убрать отсюда с выключателем. Сейчас вот эту розетку переношу вот сюда. Вырезаю здесь. Снимаю drywall. Гипсокартон приклею. Ну нахожу место где монтировать. Устанавливать. И начинаю устанавливать drywall и кабинет. Так. Вот такой кусочек я отрезаю. И сейчас вот эту коробку я перенесу вот сюда. Новый домик для розетки готов. Корпус. Коробочку установил. Сейчас убираю вот эту розетку. Вообще здесь ее не будет. В эту коробку для розетки я вывел провода. Основной и которая идет вдоль стены. Работы по правой стороне кухни окончены. Шкафы я выставил. В общем здесь четко работа окончена. Перехожу на левую сторону. Здесь уже тоже работа кипится. Заканчиваю гипсокартоном и шпаклевкой вокруг розеток. Сейчас убираю мойку. Устанавливаю. Готов новый шкаф. Вот новая посудомойка. Подключили провод. Все трубки. Они должны зайти вот сюда. Вон там дырочка. Видите, есть дырочка. Сейчас мне такую надо же будет просверлить вот здесь. Врезаю в ящики, где будет раковина. Специальный дырочек-корячок для труб. Вот для этого. Вот этот инструмент. Еще одну дырочку нужно выстрелить в задние панели этого ящика. Там розетка находится. Это питание для дешвошера. Для посудомойки. Так, я вымерю вот здесь. Начал посмотрим, если ошибся или нет. Сверлим. Вроде попал. Поставил боковую панель. Вот это. И видно, что ящик должен идти вверх. Делаю регулировку с помощью вот этих на ножках. Есть вот такие крутящиеся фишечки. Ты крутишь, и ящик поднимается вверх сам. Здорово. Скрепляю эти два кабинета между собой. Два таких саморезика наверху и два внизу. Чтобы такая связка была. Такие саморезики. Установил шкафы на эту сторону. И опять у меня не проблемка. Нужно опиливать вот этот плинтус. Потому что шкафы ушли в сторону. Выставил ящики на этой стороне. Время подгонки вот этих панелей. Эти панели называются Tool Kick Panels. Они идут вот сюда. Закрывают нижнюю часть ящиков это пространство. Вот так они становятся. Крепятся эти панели очень просто. Вот эти маленькие кронштейны со скобами прикручиваются на эту панель. И как это работает. Ну так просто. Они прищелкиваются вот так. Раз и все. Ну это бывает. Ну бывает. Просто у меня как-то было. Я знаю, что если... Говори-говори, да. Если мне фотка не сделана, если это не так, это виноват я. Все, я не сфоткаю, типа у меня нету. А как называются вот эти, а то говоришь по-английски вот эти они? Да, Strix. Понял. Больше меня фотографирует. Да. Я его. Блин, чуть не убился. Заяхал после работы посмотреть еще раз на эти листы. Как раз погодка наладилась. Вот солнышко. Сейчас все по-другому смотрится. Вот эти два слайпс. Написано вот Кой, Сергей. Это наше. Завтра будет их резать. Компание. Вольф. Бл paysи, share я на машине на erase. Вольф. Гой. О Tigerит.